ДИЛЕРУ НЕ БРИТЫМ Без Ердрея, без миллиона подписчиков и без камер и просто купить машину. Мы это проделали и теперь у нас есть пострадавший. Рассказывай свою печальную историю, общение с официальным дилером. Короче, название у ролика страшное, а ситуация... ЕЩЁ страшнее! Тоже страшная, да. О том, что мы купили машину, вы и так знаете, потому что... Потому что теперь мы не вылезаем из сервиса. Где-то здесь ссылка на ролик про этот, можете посмотреть, с чего все началось. И там в комментариях все пишут, продались от песка, как вам не стыдно рекламировать дилера. Такая охрененная реклама дилеру вообще. Короче. Кстати, а в чем вообще реклама была? Я не понимаю, в чем была реклама. Мы сказали просто, рекламы никакой нет. Менеджер, с которым я разговаривал, мне понравился. Он мне честно рассказывал про машину. Менеджер-человек. Человек. Тот, который... Вот я не знаю, как было на самом деле. Во-первых, я ему поверил. Во-вторых, все, что он знал, он мне все выложил и все показал, вот все, что он мог. Но к дилеру, к дилерству это не имеет никакого отношения, потому что Инчкейп... И это дилер, вот, дилер... И они вот почему-то решили на нас навариться. Они решили, самое страшное, что могут поганить своими ручонками мечту и удовольствие от приобретения автомобиля. А это очень плохо. Это очень плохо. Давай, сейчас я расскажу. В общем, у нас Инчкейп, он в каком-то там... В стадии перестроения. В стадии вставания на новые рельсы. И отдельная фишечка Инчкейпа, это же типа западная компания с западными ценностями. В общем, короче, западная компания с западными ценностями придумала новую хрень. У них то ли с лета, то ли с осени прошлой. Хороший... У них большой трейд-ин. Трейд-ин довольно поганенький из моего опыта. Ну, просто потому что они собирают весь шлаг. Ну, в принципе, туда и нормальные машины, наверное, могут залетать. Но смысл, что это просто такой большой гигантский пылесос, который пылесосит все на свете. Придумали такую они штуковину. У них довольно неплохие цены. Если вы посмотрите их предложения, у них достаточно заманчивые цены. Часто это цены достаточно... ну, часто это цены вообще по низу рынка. Поэтому Инчкейп очень популярен у перекупов. Перекупы там прям толпами ходят, друг друга об голову щелкаются. Мало того, что вы едете по этой довольно заманчивой цене, когда вы приезжаете на место, вам еще говорят, вау, вам повезло, сегодня день макаронины. В связи с этим у нас охрененные скидосы. Мы скидываем вам просто так, не глядя, 20 тысяч рублей. Ну, просто потому что вы пришли в удачный момент. Именно сегодня. Только для вас. Только сегодня. Только сейчас. Кайф. Офигенно, да? Просто приходишь, и тебе бах, мало того, вроде и машина ничего не дорогая, так еще и 20 тысяч за просто так скидывают. Класс. В общем, это поголовная хрень. Теперь просто Инчкейп так работает. Но! Удивительная вещь выясняется. Вам нужно набрать допов. Угадайте, на какую сумму. Как раз на сумму скидки. Удивительное дело! Так. Вот. И тут мы плавно переходим к тому, что... И тут мы переходим к истории нашего пострадавшего. Эта бумага здесь лежит не просто так. Короче, за вот этой машиной мы следили довольно давно. Сначала она стояла за 900 там бла-бла-бла, потом 929. Когда она стала стоять на автору за 919, я поехал ее смотреть. Я приехал, говорю, машина в принципе окей, готов внести предоплату, но косяки есть, хочу скидку. Менеджер такой, базару ноль, пошел согласовывать. Они все время ходят куда-то что-то согласовывать. Кому-то там, я не знаю, к Путину. В общем, выходит он ко мне. Вообще сегодня просто твой день. Сегодня не день макарон, не день бутерброда. Сегодня день Владимира. Тебе, говорят, скидывают 50 штук сразу. То есть машина 919, мы тебе ее отдаем за 870. На тот момент самый дешевый X3 стоил 985, и эта цена была ниже самого дешевого X3 в России. Но, говорит, но тебе нужно будет купить карту помощи на дороге. Вот такую вот. Стоит она 19 тысяч рублей. Вот без нее мы тебе машину не отдадим. Покупаешь тачку за 870 и покупаешь карточку за 19 тысяч. Я спрашиваю, можно ли будет ее вернуть, потому что мне эта карточка нафиг не упала. Менеджер очень долго увиливал от этого. Он такой, надо соголосовать. Ну, как бы, ну, типа, может, типа, были случаи, что кто-то что-то возвращал. Скорее всего, нет, он мне мягко так намекнул. Типа, вы можете попробовать, вероятнее всего, это нет. Сказать, что он меня удивил, значит ничего не сказать. В общем, после долгих переговоров была история такая. Я сделал все, что мог, вот, цена машины 870, без этого говна я вам ее не отдам. Да, что довольно странно, потому что, на мой взгляд, гораздо проще в лоб сказать, что вот цена 890 и вали. Мне сказали, нет, 870 цена, но вот эта вот хрень, она выглядит вот так вот. Здесь еще на нее подписался Борис Хофф, здесь написано, Борис Хофф, ассистанс, VIP. Вот так вот выглядит эта история. Нифига, прям VIP, слушай, ассистанс VIP, ваш официальный дилер. История совершенно невероятна. Самое главное, мы попытались понять, что это за... Что это такое вообще? Здесь вот, например, есть телефон, если вбить его в интернет, то что там будет, какая-то биржа эвакуаторов? Что-то такое. Да, действительно. Короче, в этой хрени нифига не написано, что это вообще такое, что оно дает. Вот, поэтому мы говорим, окей, бро, 19 тысяч, но это все-таки деньги. Подкинь нам стафа, брат. Дай нам договорчик. Да. Вот, чтобы мы поняли, что за мы покупаем, за что мы платим деньги, на что мы, блин, подписываемся в конце концов. Дай нам договор, брат. Попросили договор у него, он говорит. Нет. Сейчас договора нет, сейчас идите в кассу, оплачивайте. Договор будет, вот, вместе с договором купли-продажи, во время выдачи машины, все договоры будут, мы вам все дадим. Я, естественно, оплатил. Прошло... В кассе Бориски, два счета в кассе Борис. Два счета в кассе Борис Хоффа, да. Один за автомобиль на, соответственно, 870 тысяч. И отдельный, вот так вот он выглядит, это счет на 19 тысяч рублей. Непонятно, за что. Здесь просто вот написано, оплата страховой премии по договору бла-бла-бла, ООО, все эвакуаторы. Что за страховая премия? Страховая премия подразумевает договор со страховой компанией, видимо. Подразумевает, но договора никакого нет. Приехали забирать машину, в машину немножко налили бензина дизеля, чтобы хватило, видимо, до заправки помыли. Спасибо. И менеджера моего не было на месте, потому что у него был выходной. Выдавал нам машину какой-то совсем еще один чувак. Я ему говорю, договор-то где? Он говорит, вот договор вам, договор в ГАИ, договоры нам, всем по договору, купли-продажи. Я говорю, вот на это где договор? Он такой, ну на это договор нет. Вот есть распечатка с вашими, с тем, что вы можете себе позволить на эту карту. Вот всякие консультации, что у вас есть, что входит в ваш VIP ассистанс. Есть ваш чек, дайте, кстати, я с него сделаю копию. И все, вот будьте любезны, вот так вот. Вот все, что нам дали, пластиковый кусочек пластмассы. Говорят, в общем, вот телефон, звонь по нему, там тебе все скажут. Да. Вот, ну а че, мы нормальные люди, нам VIP ассистанс вообще пипец как нужен. Мы позвонили? И че сказали? Не смей сюда звонить! Я звоню по номеру телефона, раздается голос, здравствуйте, ооо, все эвакуаторы России. Как бы на карточке написано Борис Хофф, VIP ассистанс. Но слово Борис Хофф я на горячей линии не услышал, я услышал все эвакуаторы России. Это какой-то не VIP ассистанс вообще. Это совсем не VIP, отвечает женщина, говорит, здравствуйте, вы кто? Я говорю, здравствуйте, я вот Владимир, номер карты 555, хуё моё. Она такая, что? Не звоните сюда больше. Простите, какой номер карты? Что? У нас такого номера карты нет, ваша карта не активирована, пользуйте ей нельзя, что это такое, кто вам ее выдал. И вообще, проблемы будут, наш номер есть, удалишь, да. Ну да, реальное дерьмо. Соответственно, поскольку это, а, непонятно что, б, не работает вообще, потому что, вообще, кто вы такие, зачем вы сюда звоните, и ваша карта не активирована, пошли нафиг. Соответственно, никакой услугой VIP ассистанта воспользоваться вроде как и нельзя. Поэтому мы, как здоровые люди, позвонили в Борис Хофф и говорим, мусье Борис Хофф, ваша вот эта Борис Хофф ассистант не работает, и нам оно не надо, пожалуйста, верните нам наши деньги. Что? Я не понял. Изначально вообще непонятно, кому звонить. Я позвонил дилеру. Дилер мне говорит, да, здрасте, вот карту мы вам продали, 19 штук, да. Исполняет обязательства по этой карте компания Все Эвакуаторы России. Хотите вернуть деньги? Звоните туда. Окей, я звоню на горячую линию. Причем, я звонил где-то 5 дней подряд. Каждый раз мне отвечали, ваши данные записаны, они переданы кому-то там, с вами свяжутся. На пятый день мне вообще стали говорить, а что это вы опять звоните, по моим данным с вами уже связались и у вас все хорошо. Я такой... Должен был Андрей связываться. Вам Юшин Андрей с вами не связывался разный? Со мной никто не связывался. Никто не связывался. Потому что мне только была информация, что Андрей Юшин стал как раз поговорить. Что ж, эта информация ложь. Могли бы вы дать мне номер этого Андрея, я сам ему позвоню. Ну, к сожалению, я на телефон дать не могу, но сейчас... Потому что этого Андрея не существует. Никто вам не звонил. То есть не сейчас, не до этого, да? Не сейчас, не три дня до этого. Не три дня до этого. Поняла, хорошо. Буквально пять минут сейчас. Спасибо. Угу. Мягко говоря, попахнет пи... С этого момента мы поняли, что пора начинать записывать разговоры. Я правильно понимаю, что вопрос у нас с вами по карте все эвакуаторы? Да, именно по этой карте у меня вопрос. Угу. Хорошо. Какой вопрос? Ну, смотрите, мне ее навязали, по ней никакого договора нет, я не понимаю, что я купил, что это за услуга. Я звоню на этот вот по горячей линии, мне говорят, вашей карты нет, она не может быть активирована, она не активирована. Вот. Она мне не нужна, мне сказали, что мне не отдадут мой автомобиль до тех пор, пока я вот не приобрету, не оплачу вот эту карту. А я ее покупать вообще не хотел. Вот. Я бы хотел ее вернуть и вернуть свои деньги, соответственно. Вот такая история. Я поняла. Владимир Андреевич, вы скажите мне, при покупке автомобиля вам предлагали дисконт на автомобиль, если вы приобретаете данную карту? Да, предлагали. Предлагали. И, насколько я понимаю, раз карта у нас приобретена, то есть и дисконт на машину. Получается, что так? Тогда, смотрите, у нас получается, что с вами за те же деньги приобретено, так скажем, два предмета. Это автомобиль, на котором вы сейчас ездите, скорее всего, и плюс карта технической помощи к данному автомобилю. Может быть, просто я вам сейчас расскажу, что за услуги, если нужно, мы там оформим дополнительные документы. И вы сможете просто пользоваться данными услугами? Ну, честно говоря, на автомобиле я сейчас не езжу, потому что ездить на нем в текущем состоянии, в котором я его купил, нельзя. Потому что я отправил его на независимую диагностику в автосервис. И там он остался на приколе на неизвестное время. Вот, потому что... Что-то случилось? Ну, он просто оказался мертвый, когда я приехал на нем в сервис. У него... Ну, на нем, в общем, нельзя эксплуатировать. У него нет тормозов, у него там закончился двигатель и все такое. Вот. Поэтому на автомобиле, во-первых, я не езжу, а во-вторых, услуги эти мне все равно не нужны, как ни крути. Угу. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот вы машину, если отремонтируете, то вот этими услугами вам наверняка давали к карточке дополнительную информацию с наполнением. Вам эти услуги точно не нужны, да? Абсолютно точно. И о юридической помощи, и о технической помощи. Нет, они меня не интересуют точно. Поиск машины. Нет, спасибо. Нет, они мне не нужны, я хочу от них отказаться. В этом-то и смысл моего звонка. Угу. Я поняла. Хорошо, тогда давайте поступим таким образом. Я сейчас свяжусь с компанией все эвакуаторы, уточню вопрос по поводу активации, и вам еще раз перезвоню где-то минут через 20. Удобно так будет? Да, буду с нетерпением ждать. Большое спасибо. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Да. В какой-то момент на нас вышел некоторый Андрей. Скажите, пожалуйста, мне получилось поступить информацией, действительно, что у вас есть намерение вернуть потраченные средства по помощи на дорогу? То никто не звонит, то сразу все. Да, у меня есть такие намерения, вот мне только что какая-то девушка от вас звонила, да, у меня прям очень такое активное намерение. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы в автосалон обращались, где приобретали карту? Я обращался, меня перенаправили к вам, потому что вы исполнитель услуг по данной карте. Ага, понял. Дело в том, что просто средства вы оплачивали в автосалоне, и у нас еще их, как говорится, нет, поэтому мы как раз, и почему бы такое было долгое время не ответом, мы запрашивали информацию в автосалоне, как было, когда приобретена там и так далее, и так далее, и так далее, и когда будет возврат. И где-то нам по времени где-то задвинулось. Смотрите, какая ситуация. У вас была проведена активация карты, и вы получили доступ ко всем услугам по программе помощи на дорогах. Для того, чтобы сделать обратный ход, это нужно сделать дезактивацию. И, соответственно, вся эта процедура, она уменьшит сумму выплаты по данной карте. Она остается в размере 30%, поэтому здесь нам нужно будет от вас, я вам присущу сейчас смс к электронную почту, потому что мы уже связываемся с салоном, получаем от них средства, потому что мы как предполнители будем осуществлять возврат. И после этого сделаем вам уже заявление в свободной, произвольной форме, пишите, что так и так, услугов не нуждаюсь, а просьба расторгнуть договор. Там просто у вас было указано, что мы никакой договор не заключали, но у нас публичная оферта на сайте, и оплата, она действует с момента сократного доклада. Если вы оплатили, значит, вы согласились с этой оферой. Поэтому, конечно, посмотрите, может вам стоит подумать и оставить эту программу помощи на дорогах. Нет, я совершенно точно не хочу оставить эту программу помощи на дорогах, потому что я ее изначально не хотел. И вот то, что удерживается 30%, это получается в честь чего? За что они удерживают? 6 тысяч рублей. Просто вот за что я, получается, заплатил? Да, получается, что у вас происходит активация, вы регистрируетесь по базе не только нашей диспетчерской, но и диспетчерской МЧС. Потому что мы федеральная компания, которая поддерживает программу помощи на дорогах, и все чрезвычайные ситуации, которые происходят с вами, они, соответственно, еще дублируются по базе МЧС. И в случае выезда к вам оперативной группы, то вы сразу же идентифицируетесь через нашу диспетчерскую, с вами номер автомобиля, и вам, соответственно, потом дальше уже никакие счета не выставляются. Потому что мы на сегодняшний день все выходные МЧС, они платные, и, соответственно, на это... Так ты их не получил. Но если мне-то эти услуги не перепали, карта-то активировалась, но услуг-то этих я не получу, соответственно. Так дело в том, что у вас, чтобы вы понимали, вы, когда приобретаете карту, вы получаете не услугу, вернее, платите не за конкретную услугу, а за право воспользоваться всем набором услуг, которые у вас есть, и сумма этих услуг, она может превышать намного, чем вы заплатили, там, 19 тысяч, по-моему, сказали. Но я знал, что от человека, у которого номер начинается на 666, хорошего ждать не надо. Да. Короче, я понял так. В общем, у Борис Хоффа, у него есть сайт, и, короче, поскольку у него есть сайт, то как только ты входишь в Борис Хофф, то ты подписал договор оферты, и, короче, ты должен. Как только ты вошел в Борис Хофф, 5700. Вошел в Борис Хофф, 5700. Да. Офигенная схема. Топ. Этот человек из всех эвакуаторов все время говорит, я вам перезвоню, я вам перезвоню, я вам перезвоню, и не перезванивает никогда. Каждый раз звоню я и терроризирую его. Алло. Алло, Андрей, здравствуйте, меня зовут Владимир, это я все пытаюсь вернуть деньги за карту. Все никак, от вас никакого позитивного ответа по почте не получил до сих пор. Да, Владимир, я просто запросил в этом автосалоне, потому что у нас, мы еще не получили средства, которые вы оплачили, потому что мы же оплачили в автосалоне. Сейчас ситуация уперлась в следующее. В очередной раз я пытаюсь сам вызвонить этого Андрея и говорю ему, здравствуйте, Андрей, мать вашу, где ответ на мое письмо, где мои бабки? А он опять переводит стрелки. То есть, история такая, якобы он созвонился с Борис Хоффом. В Борис Хоффе мне якобы сделали скидку с условием того, что я куплю эту карту, потому что я купил машину за такие-то деньги, а карта мне как бы была в подарок, но проведена отдельным счетом за отдельные 19 тысяч рублей. То есть, если я хочу вернуть деньги по этой карте, доплати за машину 19 тысяч, а потом возвращай деньги. В принципе, логично. Я такой, чего? Какой подарок? Это не подарок, это отдельный счет, отдельный договор указан. Страховой какой-то. Здесь указана отдельная единица товара, это оплата отдельной услуги, это не подарок. Это 19 тысяч рублей за что-то другое, не за машину. Алло. Здрасте, Андрей. Это вот Владимир Скрынников по поводу карты всей эвакуаторы от Борис Хоффа. Вы не могли бы мне еще раз подробно объяснить, почему не вы возмещаете мне деньги, почему я должен обращаться в Борис Хофф и почему я вообще не могу их вернуть, и что мне дальше делать, потому что я все-таки намерен до конца разобраться, что я купил и как с этим заниматься. Понятно. Значит, смотрите, я направил информацию в автосалон, мне была прислана информация, что была предоставлена скидка на автомобиль, и в размере этой скидки была учтена карта помощи на дорогах, которая фактически была подарена клиенту, но формально счета прошли за машину и за карту отдельно, потому что если за карту не проходит счет, то она не может быть активирована по договору офиса, потому что она вступает в силу ее действий только при 100% оплате. Поэтому для подтверждения нужно обязательно, чтобы была 100% оплата. Вот, поэтому здесь вам нужно просто обратиться в автосалон, и они могут что сделать? Если вы хотите отказаться от карты, они могут вам переделать счет, у вас будет один счет на машину, вот, и просто карта аннулируется, то есть просто сумма машины будет на 19 тысяч больше. Судя по договору оферты, при активации карты я должен был быть каким-то образом об этом оповещен, а я об этом никак не был оповещен, она, то есть непонятно, была она активирована, не была, это все как-то за кадром произошло. Я понял, это мы проверим, потому что здесь дело в том, что происходит автоматическая отправка смс-уведомлений и то же самое регистрация в системе. Вы просто можете позвонить диспетчерскую, просто уточнить, это есть вы в базе или нет. Если вы есть в базе, то активация соответственным образом произошла, потому что нам достаточно информации от автосалона, которая автоматически считывается. Так, а смс-ку я разве не должен был получить никакую, потому что у меня никогда не было никаких сообщений? Надо просто проверить, потому что бывает очень часто у нас уходят смс-ки, но они не доходят по каким-то причинам, там, в зависимости от провайдера. Ну вы все поняли, в общем, я не знаю, что на это сказать. Карта мне выдана в подарок, в подарок, за который я должен заплатить 20 штук. Такой какой-то подарок, честно вам скажу, невыгодный. Смысл такой, денег нет, но вы держитесь. То есть, вот 19 тысяч, до свидания. Заебись, четко. Умеете, могете просто. Смотри, когда первый раз звонили, сказали, вообще, что это за карта, карта не активирована, ничего. Потом, на 25-й день общения с Андреем, он сказал, что вообще карта была активирована автоматом, и, типа, в общем, мы хотя бы с него попытались договор этот получить. Он говорит, так, а договор, он говорит, вы знаете, там у Борис Хоффа есть сайт где-то, и на этом сайте где-то есть договор оферты, и, соответственно, он автоматически вступает в силу. Я в этом ничего не понимаю. В общем, короче, вот такая охрененная схема. Просто заходишь в Борис Хофф, ты попал на 19 тысяч. Короче, сейчас моя претензия. Так, так, так. Борис Хофф, Инчхейп, кто там, я не знаю. Во-первых, верните мне мои бабки, потому что я буду вонять до последнего. Это первое. Второе. Если вам нужно впарить какое-то говно, я понимаю, что вот это вот, это воздух. Это торговля воздухом за большие деньги. То есть, это может стоить хоть тысячу рублей, но у этого какая-то сверхневероятная маржинальность, что ты можешь... Они называют это кумулятивная маржа. Правильно мы это повторили? Академия Блюфиш. Правильно повторили? Кумулятивная маржа. Это очень круто звучит. То есть, это стоит... То есть, взять любое говно, которое стоит 10 рублей, и продать за 20 тысяч. Да, вот так это работает. Но, если вам нужно все-таки развести на что-то человека, то есть, вы не хотите ему отдавать там тачку по низу рынка... За ту цену, которую вы написали в договоре купли-продажи сами. Тогда предлагаю вам следующее. Давайте вы будете на эти 20 тысяч что-то хотя бы плюс-минус реальное. Я готов потратиться... Вот я хочу там, допустим, резину какую-нибудь, да? Или какие-нибудь коврики. Кстати, коврики, ребята, вы упустили просто невероятные бабки. Смотрите, по ВИНу у этой машины по конфигурации бьется вот такая опция. Велюровые ковры. Но у меня в машине лежат резиновые. И вот какой фокус. И мы спрашивали у менеджера, говорим, где наши ковры? Они бьются по комплектации. Он говорит, блин, ну так зашла, вот как есть, отдаем. Так вот, чуваки, смотрите лайфхак. Так, вы отдали нам машину вот с такими вот резиновыми коврами, которые тоже классные, хорошие, оригинальные, бмвшные. Все круто. Говорит, вот по конфигуратору такие, но их здесь нету. Но на самом деле, вот тут-то мы вас и подловили. Смотрите, лайфхак. Хоба! Короче, вот это идет нахрен. И здесь у нас появляется абсолютно новый, еще ни разу на нем ни одна ножка не стояла, оригинальный велюровый бмвшный коврик, который шел по конфигуратору с этой машиной. Я не знаю, кто нашли чувак в России или эти люди в Германии. Кто-то, короче, сразу решил забить на этот коврик, и в нее воткнули резиновые. Но факт остается фактом. Велюровые коврики внизу абсолютно новые и нетронутые. Потому что их сразу вот так вот заморозили. И они здесь есть не только тут, а как бы все коврики здесь прячут под собой оригинальные велюровые. Так что как минимум десятку от этих 20 тысяч мы отбили. Я бы готов взять хоть ковры, хоть колеса. Да просто, блин, почините мне дверь и крыло на эти 20 тысяч, я буду согласен и счастлив. Но зачем вы мне, зачем вы навязываете мне вот это вот невнятное говно? Я не понимаю, что это не нужно никому, что с кем делать? Это... Оно даже не работает. Это просто вот самая неудобная, стрёмная и дорогая туалетная бумага в моей жизни. Это даже невозможно скомкать и подтереться этим нельзя, потому что, блин, ну это листок А4 как бы. Продайте мне пачку сортирки за 20 тысяч, и то будет лучше, больше пользы. Но это, я не знаю, что теперь, куда, это просто повесить. К сожалению, эта история мало похожа на комедию. Скорее, это траги партий. В общем, здесь о чём мы воняем, о чём вопрос? Вопрос, разумеется, не о 19 тысячах рублей. Это просто... Вообще-то о них. Спасибо. Вас приветствует Борис Хофф, лучшие дилеры БМВ имени 2018 года. Оставайтесь с нами. Я думаю, что меня могут до посинения просто держать на горячей линии в ожидании звонка. Вы вот думаете, вот нахрена он так парится? Речь всего о 20 тысячах рублей. Но, с другой стороны, если подумать, за 20 тысяч рублей можно купить ещё один БМВ. Посмотрите, мы оставили ссылку с ценами на автору в описании. Реально, примерно за 20-ку можно купить целый ещё один БМВ. Поэтому, я думаю, смысл бороться есть. Клиентская служба БМВ Борис Хофф. Мера, добрый день. Здрасте. Кто? Что? Здрасте, ещё раз. Здравствуйте. Клиентская служба БМВ Борис Хофф, 29-й километр. Меня зовут Вера. Вам что-то передавали по поводу моего звонка или мне сначала всё объяснять? Мне позвонили из колл-центра, сказали, что клиент приобрёл у нас автомобиль с пробегом и ему продали карту дополнительную. Клиент хотел бы от этой карты отказаться. О, да. Значит, вам всё верно передали. И передали такую информацию. Такая информация и есть. Я эту карту не хочу, я её покупать изначально не хотел, мне её навязали и заставили её купить. Вот. Скажите мне, что делать? Я уже больше недели пытаюсь с этим разобраться. Если с нашей стороны ещё не были переданы деньги в подрядную организацию, то пишется заявление на возврат у нас. Если с нашей стороны они уже были переданы, я просто сейчас не могу вам точно сказать, потому что я не владею бухгалтерской информацией, тогда уже надо будет писать книги посредственно на расторжение и возврат денежных средств. Смотрите, я у них писал уже заявление, я им писал письмо, я несколько раз им звонил, они говорят, что деньги они так и не получат от вас, потому что как-то мне очень хитро продали эту карту и все деньги остаются у вас. Я не могу никак в этом разобраться, скажите мне вот, что мне делать, потому что мне эта карта не нужна, пользоваться я и не хочу. Хорошо, давайте мы связываемся вместе. Давайте. Так, ещё я бы хотел уточнить, у вас есть какой-то адрес электронной почты, куда можно жалобу отправить или заявление написать, или письмо, вот грустное, что-нибудь такое? Ну, а можете мне его на всякий случай тоже написать, потому что вдруг вы мне не перезвоните. Точка.ру. Всё, спасибо большое, буду ждать от вас звоночка. Я не понимаю, как, ну просто никто не хочет возвращать, ну просто сраные 20 тысяч рублей. Я понимаю, деньги немалые, конечно. Но эта хрень мне не нужна. И не нужна никому из тех, кому вы её впариваете. Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, я бы хотел связаться с Верой Соколовой из клиентской службы. Я оставлял свои данные, она обещала мне перезвонить через час. Я вас понял. Оставайтесь на линии. Сейчас попробую вас соединить с сотрудниками. Спасибо за прощение. Я снова послушаю любимую мелодию. Какой-то раз уже, 20-й. Здравствуйте, Вера. Почему вы игнорируете моё существование? Я вот всё жду со вчерашнего дня, пока вы мне перезвоните, и всё никак-никак. Меня зовут Владимир Скрынников. Я вот обращался к вам вчера по карте купленной. Мне так неловко, что я вам вчера не перезвонила, но я никак не могу добиться ответа от нашей бухгалтерии. У нас сейчас идёт ауди, он заканчивается завтра. Я вам ответ на наберу, я не скрываюсь, я никуда от вас не делась, я не забыла. А, я очень на это надеюсь, потому что пока складывается именно такое впечатление. Почему-то по этому вопросу все всегда меня перекидывают от одного человека к другому, обещают перезвонить и никогда не перезванивают. А я хочу всё-таки... Нет, я здесь, я на месте. Что есть? Я даже после рабочего дня на месте. Когда мне, скажите, ждать от вас весточки? Завтра? Завтра, да. У нас завтра ауди заканчивается. Буду ждать. До свидания. Да, всё, наберу. Спасибо. Вот сейчас уже у нас какое... Сейчас уже 13 марта, машину я купил 25 февраля, и я до сих пор не могу решить этот вопрос. Светлана Борисовского, официальный директор БМВ имени Петр Юлия. Здравствуйте, Владимир Андреевич. Здравствуйте, Юля. А не могли бы вы меня, пожалуйста, соединить с Верой Соколовой из клиентской службы? Оставайтесь, пожалуйста, на линии, Владимир Андреевич, я вас соединю. Спасибо большое. Владимир Андреевич, спасибо большое за ожидание. К сожалению, Вера на данный момент ответить не может. Могу передать ваши контактные данные, чтобы она вам перезвонила. Передавайте мои контактные данные, я хочу, чтобы она мне перезвонила. Борис Кухов, официальный директор БМВ имени Петр Максим. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Соедините меня, пожалуйста, с Верой Соколовой из клиентской службы. Здравствуйте. Владимир, спасибо за ожидание. Вера сейчас на собрании находится, сказал, что сейчас освободится и вам перезвонит. Алло, алло. Алло, Владимир. Здравствуйте, Вера? Не может быть. Я уж думал, я не дождусь в этой жизни. Так. Я не могу вам дозвонить с рабочего телефона почему-то. Ну, потому что вы не пытаетесь, наверное. Вот почему. С вами Надежда связалась? Нет. Кто это? Как нет? Она мне написала в почту, что она вам позвонила. Я в итоге подключила уже отдел финансовых услуг, через который изначально была реализована эта карта. И руководителя отдела, Надежда. Так. Мне в почту пришло подтверждение, ну, их переписка с Вером. Потому что я говорю, коллеги, я не могу найти через бухгалтерию, была ли произведена оплата на счет Вер, или не была произведена. То есть кто, в этом случае, должен возвращать деньги? Там, с клиентом дадут от меня ответы, ну, как бы мы с ним коммуницируем. Надежда отписалась, что с клиентом связались и проинформировали о необходимости возврата. Но с нашей стороны деньги перечислены в Вер. И представитель Вера ответил, что да, окей, хорошо, пришли те реквизиты, по которым было перечисление, там, а, соответственно, на них. Мы расторгнем этот договор и вернем 19 тысяч. С клиентом связались, ответил, что будет перевод в течение недели. Подождите, пожалуйста. А кто со мной связался? Потому что вот от вас сейчас единственный звонок первый за последние две недели, который... Я просто несколько удивлена от того, что вы мне говорите, что с вами никто не связался. Я просто всех пытаю, я просто умоляю всех поработать со мной хоть как-то, потому что никто никогда мне не звонит. Всегда звоню я и просто уговариваю объяснить мне, что происходит. Деньги вам должен возвращать в Вер Ассистанс. Ага. То есть непосредственно компания-всполнитель. От нас денежные средства ушли туда. Алла. Ну что, Вера, дело как-то не двигается с мертвой точки совсем. Это я, Владимир. Уже час прошел. Надежда не набрала? Я не знаю, она существует? Она существует? Ну, значит, она не набрала. Ясно, конечно. Сейчас решим. Угу, хорошо. Да-да-да. Давайте вот просто с вами посидим, подождем. Подождем, посмотрим. Позвонит сейчас нам Надежда или нет? Сейчас вот засекаем. Смотрите, какие у меня крутые, есть уменные песочные часы. Короче, зырте, вы просто офигеете. А? Огонь? Хоба! Знаете, насколько рассчитаны эти песочные часы? На 45 секунд. Алло. Алло, Владимир, здравствуйте. Меня зовут Надежда, я руководитель отдела кредитования группы компании Борис Хоуф. Удобно разговаривать? Здравствуйте. Так я жду уж от вас звонка, конечно, удобно. Ага, отлично. Владимир, смотрите, Вера передала ваше обращение. Соответственно, мы согласовали вам выгоду денежных средств по тем реквизитам, которые вы указали. В вашем письме с вами повторно. Андрей Юшин, это руководитель компании ВЕР. Так. И попросит дополнить форму. Эта форма уже, соответственно, с теми же самыми реквизитами, которые вы указали в письме. Это мы вам расскажем с вами в понедельник. Я сама проконтролирую этот вопрос и в целом выплату денежных средств. А когда он должен со мной связаться, теоретически? В понедельник. Когда вот он вдруг, в смысле, не вдруг, когда вот он со мной не свяжется? Мне ему звонить сразу или вам звонить? Можете звонить мне. Да ладно! Ну что ж, на часах 12 часов. Я надеюсь, всем видно. Понедельник, 18 марта. Именно сегодня и до этого времени, по заверению Надежды, мне должен был позвонить некоторый Андрей и передать мне какие-то данные по почте и так далее. 12 часов. Она сказала, если вдруг он не позвонит, хотя он обязательно должен позвонить. Если он не позвонит, звоните, конечно же, мне. Ну что тут поделаешь? Позвоним Надежде. Алло? Здравствуйте, Надежда. Меня Владимир зовут. Мы вот с вами в пятницу разговаривали по поводу возврата денег по карте вот это вот все. Да, Владимир с вами связался, Андрей Юсин. Ну вот, судя по тому, что я вам звоню, со мной никто не связался. Вы сказали, если что, звонить вам. Да, я вот позвонил вам. Хорошо, что мы сейчас сделаем. Спасибо, здорово. Я вам перезвоню через 15 минут. Я вам снова перезвоню. Давайте засекаем время. 12.00 сейчас. Андрей мне не позвонил. Надежда должна перезвонить через 15 минут. Ждем. Так, мы все слышали, что она пообещала перезвонить через 15 минут. Вот 12.29 сейчас на часах. Давайте снова позвоним Надежде. Алло. Надежда, это снова Владимир. Вы мне обещали через 15 минут перезвонить. Прошло 30 минут. Владимир, вам Юшин не звонил? Нет. Андрей Юшин должен с вами связаться и сказать о том, что деньги будут в течение нерабочих дней. Должен, должен. А вот он все никак не связывается, не связывается. Мне самому ему позвонить? Пожалуйста, позвоните. Духу ты будешь в течение нерабочих дней. А, нет. Ребзя, вот с учетом вот этого абсолютно скотского отношения к людям, мне кажется, денег у меня, никаких не будет, а у компании, у этой совершенно нет никакого будущего с таким отношением к клиентам. Как получается? Человек деньги заплатил, плохо развели, пошел нахер. Все, больше ты нам не интересен. Дальше хоть обзвонись. Мы будем до посинения переводить стрелки друг на другу. Это женщины, понимаешь? С ними трудно ругаться. Вот я воспитанный человек, и мне очень трудно кричать на женщину. Мне очень трудно с ними как-то вот спорить, как-то объяснять им, почему они не правы. Мне трудно ругаться с женщинами, потому что они не женщин. Но, по сути, если отбросить вот этот вот гендерный признак, меня просто шпуняют из стороны в сторону, меня просто посылают нахер, мне говорят, мы вам перезвоним. Мне никто никогда не перезванивает, потому что это абсолютно скотское отношение к людям. Мы тебя развели, теперь ты нас не интересуешь. Пошел в шоу. Но с Андреем Юшиным я поругаться могу. Поэтому давайте сейчас возьмем и как позвоним Андрею. Алло. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Владимир Скрынников. Я по поводу возврата денег за карту, все эвакуаторы, ассистанс, VIP. Наверное, вы меня помните, а может нет. Я все жду, что вы со мной свяжетесь. Да, да, да. Я как раз вам готовлю отправить адрес электронный, куда нужно заявление прислать. Потому что мне сообщили в автосалоне, что они готовы, как говорится, считать подарок, который был вам сделан. И считать его подарком. Да что ты, черт побери, такое несешь. Отмена, все, закончилось. Сейчас какая информация? Мне что делать? Вот, сейчас я вам пришлю в электронный адрес своей почты, на который вам нужно прислать заявление, чтобы мы его рассмотрели и сделали вам возврат. Единственное, сейчас мы просто проверим, были у вас обращения по этой карте или не было. Соответственно, у вас... Обращений у меня никаких не было. Слушай, я уже писал заявление. Понятно. Уже писал заявление, отправлял свои реквизиты. Что с этим заявлением делать? Если оно было, сейчас мы его поднимем и дадим вам ответственно, соответственно, какие строки, какие условия. Потому что это вопрос в том, что у вас карта была активирована в диспетчерской, была активирована в диспетчерской МЧС. Сейчас нужно сделать для активации. Поэтому, соответственно, это определенное время, определенные расходы. Слушайте, вы мне все морочите голову. Просто конкретно мне скажи. Нет, все мне морочат голову. Вы все перекидываете меня от одного человека к другому. Конкретно мне говори. Кто мне вернет деньги? Куда мне ждать сообщения? Кто со мной свяжется? Я лично с вами. Я вас веду лично. Ты меня лично ведешь. Мне каждый раз обещали, что ты со мной свяжешься. Кто-то еще со мной. Мне никогда никто не позвонил. Я жду от вас звонка. Мне сказали, сегодня до 12 с вами свяжется Андрей Юшин. Уже 12.30. Каждый раз вынужден звонить я сам. Это свинство и скотское отношение. И ко мне, и ко всем остальным людям. Как я это должен рассказать? Вы понимаете, что есть определенные работы, есть определенное время. Есть определенные. Почти месяц прошел. В течение дня вам придется на электронную почту ответ. Окей. Я когда его не получу, я буду снова звонить вам, Андрей. До тех пор, пока я не получу деньги свои обратно. Александр, я еще раз говорю, что я не подписываю. Отлично. Я как раз, я как раз Владимир. Я даже близко не Александр. Что, Владимир Владимирович, извините. Даже не запоминайте имен, потому что вам просто насрать на людей, которые с вами работают. Я сейчас вышел, я сейчас вышел, у меня перед лезом, перед лезом, перед лезом компьютером, перед глазами, поэтому если я извини, то это имя не ошибся, поэтому здесь ничего страшного нет. Абсолютно. И с тем, что со мной никто не хочет связаться, и с тем, что мне откидывают от одного другого, тоже ничего страшного нет. Никто не хочет со мной связываться? Я лично, я ответственный человек. Вам что? Когда мне придут деньги, тогда я пойму, что вы ответственный человек. Все, я буду ждать. Когда я не получу никакого письма, я буду снова звонить вам. Все, до свидания. Вот так вот это и устроено. Они просто тебя откровенно динамят и перекидывают. Ой, я не должен, должны они. Ой, мы не должны, должен он. Железная стена. Есть гораздо лучшее предложение. Ребята, которые работают у дилера. Если есть какая-то херня, которая творится внутри холдинга, внутри крупного дилера, задержка по зарплате, урезали премии на ровном месте, реально там поменяли систему мотивации, заставляют допы, просто какая-то ересь творится внутри компании, нездоровая компания, превращается в черт знает что. В общем, любая несправедливость внутри дилера, пишите нам, звоните, мы готовы придать это огласке, потому что, ну, еще раз повторимся, мы не против людей, мы не против менеджеров, мы не против дилеров, мы против тупорылой системы, тупорылой системы мотивации, от которой страдают и продавцы, и покупатели, и вообще страдает вся автомобильная индустрия, потому что люди перестали мечтать о новых автомобилях, только из-за того, что бестолковые товарищи стоят у руля крупных холдингов и продают машины через жопу. Если вас исключить от машины, вот давайте, знаете что, мы готовы забирать машину прямо с конвейера. Да, готовы. Сами в таможне постоим в очереди, сами все позаполняем, сами привезем, но не ляпайте нашу мечту своими ручонками. В общем, если есть какая-то фигня, вот, поэтому еще раз мы, мы за что мы? Мы за мир, мы за всем мире, мы за любовь. За любовь к автомобилям. За любовь к автомобилям, да, поэтому если есть какая-то ересь, звоните, пишите, повторяюсь. Короче, да, когда ты сам занимаешься этим геморроемом, даже то, что мы возим машины из Германии, по крайней мере, мы знаем, ради чего мы страдаем, потому что в итоге, вот пройдя вот эти вот неудобные вещи, ты получишь хорошую машину. А здесь, получается, в итоге, занимаясь вот этим вот говном, ты просто в лучшем случае вернешь как было и просто больше никогда не захочешь с этим связываться, потому что в итоге результат такой, что ты пережил стресс, ничего в твоей жизни не изменилось. Поэтому давайте вести себя нормально. Если нужно впарить что-то, давайте мы хотя бы будем выбирать, что нам нужно. Дайте магазин победителя. Вот у тебя есть 20 тысяч рублей, набери себе, вот знаете, как в Крэйзи Парке раньше были. Просто лоха-маг такой вот у каждого дела. У тебя токены из аппарата игрового вылезают, и ты их можешь в магазине победителя потратить на какую-нибудь херню. На мягкие игрушки. Вот, да, да, манючку в салон там. Все-таки лучше. Любите машины, любите друг друга, будьте добрее, не занимайтесь фигней. Всем пока. Ну а вот вам финал конкретно моей истории. Я позвонил во все эти компании несколько десятков раз всем этим людям, написал много писем и, наконец-то, добился какого-то ответа. Теоретически мне должны вернуть деньги. Вот такое письмо мне прислал Андрей из компании «Все эвакуаторы». Вот такую вот квитанцию он мне также приложил, сказав, что деньги отправлены с наших счетов, они ушли и рано или поздно поступят вам. Минусы всего этого, ну, такие финансовые в основном, потому что 30% непонятно за что с меня все-таки удержали и как минимум на 6 тысяч рублей я попал, а они где-то там наварились. Вот как надо поступать. Сразу же идите в отказ. Как только вам говорят «Нужно докупить то, сё, пятое, десятое», нет, не нужно. Вас никто не может заставить это сделать. Как бы вам не хотелось машину, им надо продавать в первую очередь, а не продавец, вы покупатель, вы правы. Поэтому если вам говорят «Докупите это, докупите то», то говорите «Нет, я покупаю машину без этого». Какая окончательная цена? Все, если вы не хотите с этим геморроид. Если машина уж очень вам понравилась и вас все-таки развели на эту карту или на что-нибудь такое, от чего еще можно отказаться? Сразу же, в тот же день, вот вы забрали машину, вам выдали ключи, вам сказали «До свидания», сейчас же идите в кассу, сразу же пишите заявление на возврат и отказывайтесь от всех дополнительных услуг, которые вам навязали. Они не имеют права не вернуть вам деньги за то, чем вы не собираетесь пользоваться. Я, к сожалению, этот момент, ну, скажем так, упустил, а по-человечески сказать, я его просто просрал. И если бы я поступил именно так, возможно, сейчас у меня бы не было всего этого геморроя с возвратом денег по карте. Вы же, зная мою историю, можете всего этого избежать. Поэтому вот такие вот вам шаги я предлагаю предпринять, если вдруг вас будут на подобные вещи разводить. Просто отказывайтесь, если не получается отказаться, сразу же идите, пишите заявление на возврат, не ждите неделю. Меня неделю специально мурыжили. Ну, а теперь уж точно до скорых встреч, и теперь, наконец-то, можно со спокойной душой пользоваться автомобилем, который только что был починен на 200 скульпт. Ой, всем счастливым. Субтитры сделал DimaTorzok